О том, как закаляется сталь, теперь знают студенты Балаковского политехнического техникума. В рамках недели без турникетов ученики побывали на производственных площадках металлургического завода Балакова. Эта экскурсия – практически полное погружение в профессию. И уже с порога студенты поняли – здесь всё серьёзно. Для того, чтобы попасть на территорию, пришлось пройти через турникет, подтвердив свою личность сотруднику охраны. Затем облачение в спецформу, каска, защитные очки, обувь с закрытыми носами и обязательно респиратор, без которого в цех не пустят. Перед посещением производства – обязательный инструктаж. Передвижение по территории осуществляется только согласно схеме пешеходного маршрута. От руководителей не отходить, мобильники не доставать, под ноги и по сторонам внимательно смотреть – это главные правила для посетителей производственной площадки. Несмотря на то, что среди студентов в основном будущие электрики, им было интересно посмотреть, как происходит полный процесс. От подготовки металлолома – порядка 4000 тонн за сутки. Мы скупаем металлолом в основном по Волжский регион, но вообще со всей России везут. До получения готовой продукции. Здесь вы можете увидеть машину непрерывного литья заготовки. Начинается разливка у нас наверху, там стоит промежуточник, в нём жидкий металл, который проходит через кристаллизатор, приобретает уже форму и далее вытягивается в виде заготовки. Из этой заготовки и получается вся продукция – арматура различных диаметров, уголок, полоса, швеллер. Благодаря тому, что заготовка нагрелась до 1600 градусов, она становится более пластичной, пластичная деформация в металле. Благодаря системе калибровки постепенно становится раскат всё меньше и меньше по сечению, но длиннее по длине. Большинство процессов на предприятии автоматизировано, поэтому работникам не приходится вручную выполнять многие виды работ. Но бывает и так, что без контроля человека не обойтись. Сама разливка происходит в автоматическом режиме, полностью управляется автоматикой. Но есть такие профессии, как разливщик стали, вот вы их видите наверху, это технологи, без которых начать разливку, закончить разливку и контролировать просто невозможно. Стоят здесь машины газовой резки, они все работают в автоматическом режиме, которые по заданной длине отрезают эту заготовку. Вот эти машины газовой резки как раз обслуживаются энергетиками. Сами будущие электрики, находясь под впечатлением от увиденного, уже начали строить планы. Сначала о практике на заводе, а потом, возможно, и о трудоустройстве. Картины здесь завораживающие просто. Впечатление просто нереальное. Особенно, когда мы смотрели печь плавильную, откуда выливался жидкий металл, шлаг. Здесь очень много электрического оборудования по нашей специальности. И такое оборудование я вижу впервые. Мне все интересно посмотреть, пощупать, как-то изучить его и поработать с ним. Кроме этого, студенты отметили высокий уровень требований к безопасности, которые выполняются и работниками, и предприятием. По безопасности все предусмотрено. Поручни, специальные дорожки. Любой человек, который здесь работает, для него индивидуальные меры безопасности предусмотрены. И условия для работы тоже на это внимание особое уделяется. Между Металлургическим заводом и Балаковским политехническим техникумом подписано соглашение. Ведь предприятию нужны молодые кадры. И лучше их готовить, как говорится, со студенческой скамьи. Сейчас производство расширяется, создаются новые рабочие места. А это значит, что выпускники техникума здесь всегда найдут свое место.